История христианства знает немало примеров обретения икон по водам. И вот в 2019 году чудо повторилось. Случилось это здесь, на Москве-реке. Образ плыл по течению из Вениграда в столицу и остановился ровно там, где рыбачили люди. Отдых у воды для Анастасии и ее маленькой дочки превратился в настоящее приключение, когда семья увидела, как доска правильной прямоугольной формы плывет прямо в их сторону. Лик святого полностью был скрыт под водой, О том, что это икона, они и не подозревали. Но интуиция подсказывала, находка непростая. Девочка Иоанна, наши прихожане, увидела этот предмет и говорит, мам, это что-то необычное, давай вытащим из воды. С ними был их помощник, он зашел по колено в воду, ну и в воде уже начал подносить к берегу, развернул этот предмет и казалось, что это икона святителя Спиридона. Мне говорят, ну мы напротив храма, и мы понимаем и чувствуем, что святитель приплыл даже не к нам, а в храм. И позвольте нам сейчас ее привезти торжественно в наш храм. В Спасском храме села Усово обретенную святыню встречали колокольным звоном, совершили молебен. Первые чудеса не заставили себя долго ждать. Разбувший и помутневший от воды образ начал стремительно обновляться. Мы с удивлением смотрели, а что же это за икона, как она получилась. Она абсолютно не подпадала под каноны, которые, в общем-то, известны. То есть то ли греческая, то ли не греческая. Вот напечатана вроде бы. Но как она сохранилась в воде, как она не потеряла своего облика. И она продолжала вот так вот высыхать, и очень хорошо она сохранилась, и мы ее положили в киот. Для отца Иоанна обретение иконы Спиридона Тримифунского – личное чудо. Его путь к священству был непростым. С рукоположением долго не складывалось. Но именно по молитвам святителю все изменилось. Есть храм в Москве на Брюсовом переулке, воскресенье Славущего. Я его отчасти считаю своим родным храмом. Там некогда принялся в то окрещение. И вот однажды я пришел в этот храм на всеночное бдение, когда пелся Акафист, и пришла вся Москва. И, как говорится, до хрепоты просил помощи у святителя, чтобы он управил мое рукоположение и назначение. Ровно через год, это к вопросу о чудесной помощи, ровно через год в этот день меня пригласил благочинный для того, чтобы я подписал рапорт о рукоположении в сан священника. Вскоре отца Иоанна перевели в этот спасский храм, куда годом ранее по водам пришла икона святителя Спиридона. Эта встреча для батюшки промыслительна. Как и для других прихожан, которые почувствовали на себе молитвенную помощь святого. Один человек готовился к операции. Он ходил к разным врачам, к разным хирургам. Очень досконально относится к своему здоровью. Поставили онкологический диагноз. Готовился к серьезной операции. Но после того, как в течение двух недель читался Акафист, иконы, этот человек говорит, что пошел у него процесс на улучшение. И в течение месяца, наверное, все признаки той опухоли, которая была физически, даже уже наблюдалась, она у него стала сокращаться и исчезла без следа. Другой прихожанке, кассиру по профессии, Спиридон Тремифунский помог вернуть крупную сумму и сохранить работу. В конце смены она обнаружила огромную недостачу. Деньги нужно было срочно вернуть. Но где их взять? Спасла горячая молитва у чудотворного образа святителя. Буквально на следующий день ей внезапно вернули крупный долг ровно ту сумму, которой не хватало в кассе. Для меня это чудо, это просто на все сто процентов. У нас же вообще в храм, как правило, человек приходит, кто-то со своим горем, в основном как-то так. Но уходят все, я бы сказала, счастливые, одухотворенные, с надеждой на то, что все будет хорошо. О том, откуда пришла икона, остается только догадываться. Но для прихожан явление святителя – несомненное чудо, еще и потому, что до этого момента в Спасском храме никогда не было иконы Спиридона Тремифунского.